Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Снова приветствую вас на финансовых рынках и сейчас прежде всего на традиционном вебинаре «Правильный понедельник», который проходит у нас на открытии каждой недели, где мы пробегаемся по основным событиям прошлой недели, смотрим, как они отработали себя, где спровоцировали и по какому активу наибольшую динамику, плавно переключаемся на макроэкономические отчеты той недели, которая у нас впереди и, соответственно, события, которые на повестке оставшихся четырех полноценных торговых сессий замыкаем, вебинар основными ориентирами по наиболее ликвидным валютным парам. Это что касается нашего сегодняшнего сценария. Прежде чем пойти дальше, традиционная проверка связи. Как меня слышно, друзья? Если все нормально и с картинкой, со звуком, жду от вас наших излюбленных классических плюсиков в общий чат, либо рубрику «Вопросы». Как меня слышно? Большое спасибо! Большое спасибо, ребята, всем, кто в курсе, за обратную связь. Значит, можно двигаться дальше. Отмечу только то, что если возникнут по ходу технические проблемы, вы мне, пожалуйста, об этом сразу же сообщите, чтобы я был в курсе. Вдруг со звуком что-то случится, либо с картинкой. Попробую исправить. Если затянется, пожалуйста, не покидайте комнату, поскольку все-таки мы сеансы восстановим, продолжим, доведем вебинар до конца и загрузимся, как их подобает. Каждый вебинар с оценки тех ориентировок по парам, которые я уже отметил, которых можно придерживаться. В общем, внезапно, полагаю, что мы вряд ли закончим наш эфир. Полагаю, что те, кто хотел присоединиться уже в сборе, может быть, все-таки время лучше переносить. Но в любом случае, мы неоднократно проводили опрос, вроде бы как комфортно. Также не забывайте о том, что после вебинара запись будет доступна на нашем официальном канале на YouTube, поэтому также хочу воспользоваться возможностью рассказать об этом канале. Соответственно, заходите на него, подписывайтесь. Весь обновленный новый контент сразу же доступен там. Комментируйте видео, пишите пожелания, оставляйте ваши вопросы, если речь касается аналитических обзоров и непосредственно какой-то динамики любого инструмента, который вас интересует. Прямо под моими брифингами можно оставлять эти вопросы. Я со своей стороны обязуюсь регулярно просматривать все эти комментарии. Ну и, конечно же, по возможности стараюсь отвечать. Ну и плюс ко всему, очень приятно, когда есть вопрос, поскольку есть возможность присоединиться к обсуждению не только у меня, но и у всех, кто присутствует на канале. В общем, нашим традиционным таким трейдерским сообществом. Ну а теперь давайте не будем терять времени. Перейдем, собственно, к нашему фундаменту и начнем с первого пункта нашей повестки. Это основные события прошлой недели. Как вы наверняка могли заметить без меня, что на прошлой неделе очень неплохо чувствовать себя именно рисковый инструмент. А вот американец у нас был в числе аутсайдера. Участники рынка изначально готовились к очень важному событию в неделе, протоколы последнего заседания американского регулятора, публикация которых была традиционно назначена на поздний вечер среды. Кстати, если говорить про эту неделю, точно таким же, а хотя, может быть, даже еще на порядок более крутым событием должно стать выступление председателя ФРС Джанет Хеллен, которое состоится в пятницу и будет приурочено к встрече в Джекшен Холли, которая стартует в этот четверг и продлится до окончания недели. Помимо Джанет Хеллен, нас будет интересовать еще и комментарии и выступления прочих руководителей региональных ЦБ, особенно тех регионов, за валютами которых мы с вами следим. Думаю, что Марио Драги также отметится, но прежде всего нас интересует Джанет Хеллен, потому что давненько мы ее уже не слышали и нас волнует тема повышения процентных ставок. Если мы не смогли с вами найти конкретики в протоколах, да и по факту последнего заседания, поищем конкретики непосредственно в словах и о той риторике, которая будет собственно озвучена председателем американского регулятора, поскольку она является определяющим и связующим звеном между фактическими решениями и нашими ожиданиями, которые мы имеем в отношении нормализации денежно-кредитной политики в США. Но не будем забегать вперед, не хочется снова преувеличить значимость этого события, но конечно же их хочется, потому что все-таки конференция Джанет Йеллен, Джексон Холл, которая традиционно у нас является местом озвучивания каких-то радикальных шагов со стороны регуляторов, поэтому и такой интерес сейчас к этому событию. В общем, будем следить за этим новостным фоном и уж тем более на следующей неделе нам точно будет о чем поговорить, даже если мы закроем глаза на тот фундамент, который в предстоящей торговой сессии грядет, а просто будем говорить, потому что мы услышим от руководителей региональных ХЦБ. Вернемся все-таки к прошлой неделе. Европейская валюта еще до протоколов умудрилась не просто закрепиться выше отметки 1.12, но и даже протестировать планку 1.13 локальный хай, как вы помните, был даже выше уровня 1.1350, правда, закрепиться выше евро так и не смог. В основу повышательной динамики пары евро-доллар легла именно слабость американской валюты, укрепление японской валюты и, конечно же, национальный фундамент, который изначально из важных отчетов был представлен индексами оценки экономических условий и бизнес-оптимизма от В частности, индекс доверия инвесторов оказался на уровне 0.5% по сравнению с прошлой цифрой, которую мы с вами наблюдали на отрицательной территории минус 6.8. Прогноз предполагал небольшой, но все-таки более серьезный существенный прирост 1.9. Напомню, что июльское значение, то есть значение прошлого месяца по этому индикатору было не просто самым плохим за несколько месяцев или за несколько кварталов, это был самый худший результат 2012 года. И поскольку мы уже тогда говорили, что статистика начинает понемногу отражать риски с Брекзитом и возможные системные риски, которые будут дальше распространяться по всему валютному блоку, мы предположили, что скорее всего еврозона сейчас находится в тренде очень слабых отсчетов. И вслед за просадки до 4-летнего минимума по индексизью мы ожидали, что логично предположить о том, что эта тенденция будет продолжена и дальше. И вот каково было наше удивление, когда мы увидели все-таки хорошие цифры, но 0,5 пункта конечно же это ерунда, это ничтожный прирост, но все-таки согласитесь со знаком плюс и так сильно контрастирует с оценкой прошлого месяца. Индекс текущих экономических условий 57,6 пункта с 49,8. Здесь даже позитив не с тем, что отчет лучше прошлого, а то, что он наконец-таки оказался выше полтинника, то есть уровня, который отделяет восстановление от спата. Но опять же, не будем сейчас слишком с особым, может быть, даже чрезмерным, люблю это слово оптимизм, смотреть на этот макроэкономический фон и на оценку бизнеса ожиданий, поскольку макроэкономическая картина и уж тем более настроение промышленников могут очень быстро измениться. Поэтому будем следить за отчетами дальше. В частности, на этой неделе у нас также есть возможность проанализировать точно такой же релиз, только по оценке уже института ИФА. Но я думаю, что на эту статистику мы обратим внимание. Но вы помните, что более объективными, конечно же, являются данные позиции. Еще большая поддержка для евро в начале недели пришла со стороны слабого доллара. В частности, очень неплохо эту слабость можно было заметить даже в самих фактических котировках. Но для тех, кто следит за долговым рынком, вы могли увидеть, что индекс доллара коснулся, по сути, двухмесячного минимума на отметке 94.60. Опубликованный отчет по индексу потребительских цен в США больше разочаровал, параллельно снизив вероятность повышения процентной ставки и ужесточения денежно-кредитной политики. 0,8% в годовом выражении против прошлого роста на единицу. Но этот показатель и индикатор мы с вами детально разбирали и пришли к выводу о том, что не нужно, скажем, слишком много скепсиса видеть. Поскольку в основу этого индикатора, разумеется, ложатся цены на товары и цены на услуги. С ценами на товары, как один из самых волатильных показателей, более-менее все понятно. Действительно, он скачет и особенно в последние месяцы. А вот, что касается цены на услуги, которые медианно проходят основным фактором того или иного релиза по индексу потребительских цен, мы видим исключительно положительный тренд, позитивную динамику, и вот в прошлый раз они выросли больше, чем на 0,2%. Поэтому, сохраняя преемственность подобного позитива, будет не лишним замахнуться на то, что вкупе с восстановлением цены на энергоносители мы в следующем месте увидим уже очень хороший отчет. И этот отчет может стать как раз тем самым фактором перевеса в пользу решения, которое в конечном счете будет предполагать как минимум одно повышение процентной ставки до конца 2016 года. Мы сейчас, конечно же, надеемся на лучшее, но допускаем то, что может реализоваться и хуже сценарий. Нам много не нужно, мы не жадны. Нам не нужно три повышения процентной ставки, даже двух. Нам достаточно увидеть еще одно повышение, чтобы соответствующим настроям замкнуть 2016 год и будучи уверены в том, что этот цикл будет сохранен и дальше, шагнуть в 2017 и ждать уже большей решительности со стороны американского регулятора. Я надеюсь, что в 2017 году у нас будет больше позитива и американская экономика неплохо начнет год по темпам ХВВП и рынок труда продолжит восстанавливаться, рынок недвижимости не будет отставать инфляция. Также будем рассчитывать на то, что все-таки шагнет выше единички и будет стремиться к целевому значению. В общем, эти оптимистичные ожидания давайте все-таки оставим минимум на конец 2016 года, а пока будем работать с цифрами и фактами. Сейчас достаточно фундамента, который может при определенном, скажем, угле рассмотрения стать позитивным для доллара. Что касается динамики и реакции американца против йен, традиционный защитный тандем, мы анализируем макоэкономический фонд именно в этом дуэте, мы видели то, что пара в начале недели провалилась ниже сотки и достигла минимального уровня 99.50, откуда, правда, пару очень быстро выкупили. Помимо технических факторов, которые поначалу стали первым признаком и фундаментом, чтобы оттолкнуться от этих минимумов и снова вернуться выше сотки, поддержку доллару оказал и макроэкономический фонд. Вслед за индексом потребительских цены вышел отчет по промышленному производству, которое показало позитивную динамику 0,7% при росте месячного выражения против прошлого 0,4%. И еще более серьезная поддержка пришла со стороны голосующего члена ФРС Дениса Локарда, который поддержал позицию и ДАДы, также голосующего члена, и отметил то, что готов отдать свой голос за повышение процентной ставки. Правда, не сказал когда именно, либо в сентябре, либо в декабре, но сам посыл с его стороны был понятен. Это тот представитель американского регулятора, который видит очень много позитива в американской экономике и разделяет такую жизненную позицию, что стакан наполовину полон, нежели наполовину пуст. И Локард, как вы помните, и особенно, я уверен, вы помните, если следите за брифингами и за вебинарами «Правильный понедельник», мы очень часто обращаемся к нему и очень часто искренне благодарны, поскольку Локард бывает, опять же, последней линией обороны, тогда, когда уж все усомнились в американце и статистика против, и так позиция ФРС более мягкая. Выступает Деннис Локард, который несет как бы миссию оздоровления хотя бы словесного американских макроэкономических показателей и все-таки снова сеет надежды на то, что повышение процентной ставки возможно. Поэтому следим дальше за выступлениями прочих голосующих членов. Сейчас у нас есть Локард, у нас есть Дадли, у нас есть Стэнли Фишер, который занимает позицию вице-председателя американского регулятора. В частности, в это воскресенье подтвердил инициативу и готовность поддержать идею, предлагающую повышение процентной ставки. Собственно, видели с открытия серьезный гэп, который, правда, уже практически закрыт. Но еще не вечер, еще торговая сессия не окончена. Я надеюсь на то, что американская валюта все-таки еще отыграется против своих конкурентов и уже до конца этого дня. Британская валюта во вторник также отличилась бычьим ралли, достигнув уровня 1.30 А.42. И здесь в качестве катализаторов поддержки для фунта нужно отметить данные по индексу потребительских цен, согласно которым уровень вентиляции в стране прибавил на 0,6%. Это в годовом вражении. При этом в месячном мы наблюдали спад, но его трейдеры проигнорировали. А спад 0,1%. Данные, напомню, были собраны после того, как британцы проголосовали за выход из состава ЕС. Это произошло 23 июня. И, собственно, это решение и стало причиной бесконцедентного падения на фунта и снижения инфляционных ожиданий. Точнее, рост инфляционных ожиданий. Напомню, что британская инфляция остается ниже целевого значения, 2% уже больше 2,5 лет. А если мы будем говорить про те минимальные уровни, которые показывал индикатор буквально некоторое время назад, несколько месяцев, а зато около нулевая метка, это и вовсе самые низкие значения с 1950 года. Средн в среду фунт прибавил, также уже реагируя на другую поддержку, в частности поддержку с национального рынка труда. Уровень безработицы так остался на прежнем уровне 4,9%, а вот количество заявок на пособие по безработице снизилось на 8,9% против прогноза роста на 9,5%. Хотя данные свидетельствуют о том, что экономика Великобритании до сих пор справляется с потрясениями Брекзита, рисками которые имели место быть по факту этого события. Но, как я уже отмечал даже сегодня, пока еще слишком рано, чтобы делать объективные выводы. Мало времени прошло, 23 июня, сегодня у нас получается практически конец августа, два месяца, даже не квартал, нужно подождать как минимум полугодие. И если вы внимательно были сегодня на брифинге, я отмечал тот момент, что вот в пятницу пришло сообщение со ссылкой на официальные источники Великобритании о том, что с 50-й статьей с инициированием так, секундочку, вижу, возникли технические проблемы. Прошу прощения за как раз технические грехи, которые дали себя знать. Остановился я на Великобритании и собственно на тех потрясениях, которые сейчас разворачиваются в рамках английской экономики. И в целом вы ничего не упустили, я как и делал ставку на то, что мы увидим реализацию еще больших рисков, так и продолжаю на это делать ставку. Тем более, что в пятницу стало известно, что инициирование 50-й статьи Савонского договора, где четко прописана процедура выхода страны из европейского содружества, пока ее инициирование затягивается, возможно, до конца 2016 года. Поэтому мы, несмотря на то, что сейчас смотрим за макроэкономическими отчетами, понимаем, что Англия еще только на словах, точнее, уже не члены Европейского союза формально, пока еще там. Поэтому, может быть, мы и не видим сейчас реализации тех рисков, о которых говорили, но это дело наживное, пройдет еще немножко времени и сможем вернуться к этой идее уже с прежним таким напором, чтобы выуживать массу фундаментального негатива. К этому моменту лучше не обольщаться в динамике фунта, не видеть каких-то серьезных факторов позитива, продолжать гнуть свою линию, которая должна быть направлена на как минимум тестирование поддержки 1,28. И не просто так Банк Англии уже озвучил сверхагрессивную монетарную политику, помните, целый пакет экономических стимулов, это только начало, потому что уже было озвучено даже со самого со стороны Банка Англии о том, что снижение процентной ставки будет продолжаться и дальше, и как минимум в качестве целевого ориентина они ведут нулевую ставку. Я с ними абсолютно согласен, с нулевой ставкой будет как можно комфортнее противостоять всем вызовам экономического характера. При нулевой ставке будет возможность регулятору в принципе занимать позицию более гибкого национального регулятора. Я думаю, что эти инициативы в плане реализации будут продолжены и дальше. Мы, значит, ждем этой самой экономической поддержки и продолжаем ставить на ослабление фунта. Особенно это, конечно же, актуально для среднедолгосрочных трейдеров, на которые рассчитаны все те прогнозы, которые я делаю каждый день и касаюсь более-менее среднесрочных ориентиров в рамках нашего лебинара «Правильный понедельник». Вернемся к другим активам. В частности, очень много мы сейчас следим в последнее время за динамикой нефти, хотя делали это всегда. В частности, нефть на прошлой неделе отметилась очень уверенной бычей динамикой. Почти 50 долларов к середине недели и все благодаря надеждам, которые даже до сих пор продолжают обсуждаться на рынке. Надежды, предполагающие то, что на встрече нефтедобывающих стран в конце сентября в Алжире, которая будет приурочена к 15-му международному энергетическому форуму, будет выработана какая-то солидарная позиция, либо страны договорятся о заморозке или еще лучше снижении то есть сократят предложение. Мы видели на прошлой неделе, как этот новостной фон выступал основным катализатором, ну и так же, как и видели, что уже в понедельник от этого новостного фона пока ничего не слышно. То есть, трейдеры вроде бы как не забыли об этом драйвере, но и сейчас уже не так остро смотрят в будущее с прежним оптимизмом, поскольку понимают, что может быть позиция Ирана последняя, Нигерия по поводу сомнений относительно этих договоренностей не на пустом месте взятые. И здесь нужно добросить еще, докинуть здравого смысла, чтобы понять, что если бы они хотели, уже договорились бы давно, и для этого не нужно собирать такие коллективы, тем более превращивать их к каким-либо международным формам. Есть и позиция ОПЕК, и это позиция, если бы у них были потребности снизить объем производства и восстановить энергетическую конъюнтуру ценовую, мы бы уже давно увидели в рамках той же самой Саудовской Аравии не стоический максимум по добытам, а куда более низкие уровни. Сейчас этого не происходит напротив Саудовской Аравии вот из месяца в месяц обновляет эти экстремумы по производству, и я думаю, что продолжит это делать до тех пор, пока Иран также старательно увеличивает предложение, а Иран, судя по последним комментариям, не перестанет это делать до тех пор, пока не доберется до отметки 4, на мой взгляд, даже повыше, 4,2-4,5 миллиона баррелей в сутки. В общем, то ли еще будет по предложению и недостаточному спросу, поэтому худшие времена для нефти я никак не могу обозначить, что позади, я считаю, что они еще впереди. Помимо этого новостного фона, поддержку нефти еще оказали отчеты по запасам нефти, сначала по версии АПИ, а потом следом, через день в среду вышел уже официальный отчет по запасам отменения в США. Здесь также прирост, как я уже отметил, точнее, снижение на 2,5 миллиона баррелей против прошлого роста на 1 миллион. Кроме того, объемы добычи нефти в США, также по факту этого отчета, стало ясно, что выросли на 152 тысячи баррелей в сутки, доведя показатели практически 8,6, если округлить. И вы помните, что этой статистике стало нам достаточно, чтобы прийти к выводу о том, что разгоняет предложение как раз факт увеличения буровых нефтетерминалов посланцевой добычи. На прошлой неделе у нас также плюс 10 еще. Мы ждем новых объемов выработки добычи в США. И вообще считаем, что добыча в американской экономике нефти может вырасти до 8,8-9,9 миллиона. То есть, это те показатели, которые были длительное время назад. И которых, как нам говорили, мы не увидим больше никогда. Сейчас, судя по цифрам, рисуются уже совершенно другие тенденции и ожидания. Мы должны быть в этом плане крайне гибкими, адаптивными. Если есть предпосылки для роста, так зачем нам закрывать глаза на это? Мы должны быть реалистами и понимать то, что и США в этом предложении также могут выстрелить и создать дополнительный триггер для ослабления котировок нефти. Брент мы видели, как в среду не просто не хотел отступать и не просто не демонстрировал какой-либо коррекции. Он упорно двигался наверх, закрывая глаза на фундамент, создавающий возможности для ослабления. И, собственно, мы увидели, как актив забрался выше 50 долларов за баррель. А в среду все внимание трейдеров было приурочено к ключевому событию, как я уже отметил, недели. Это протоколы последнего заседания американского регулятора, из которых мы изначально ждали от которых ответы на планы ФРС по изменению денежно-кредитной политики. Согласно протоколам стало ясно, что мнения голосующих членов ФРС разделились поровну. Все сошлись во мнении, что лучше бы дождаться свежих отчетов, новых данных перед заседаниями в сентябре-декабре и уже на основании этого думать, что же все-таки делать с процентной ставкой. Напомню, что на этой неделе у нас два важных отчета. Это заказан товар длительного пользования и годовые данные по ВВП. И много еще второстепенной статистики, к примеру, как индекс PMI в деловой активности, кстати, это отчет, который выйдет завтра. Но мы ориентируемся прежде всего на заказы товар длительного пользования и ВВП, и еще больше на то, что скажет нам госпожа Елен в эту пятницу, когда ей дадут не один час его личного времени, чтобы обрисовать ситуацию, которая складывается в отношении американской монетарной политики и все-таки пролить свет, дать ответы тем трейдерам и всему финансовому сообществу, которое ориентируется на американскую экономику и на это долгожданное событие. Мы и будем следить за этим событием, так же, как и все с крайним вниманием и максимальной степенью озабоченности. Если вернуться к протоколам, то очень много представителей, половина высказалась в пользу того, что американский рынок труда и, в принципе, статистика продолжает, сохраняет восстановительный тренд, также говорили про риски Brexit, отметив то, что в целом они сейчас не так очевидны, как были когда-то опасения. И американская экономика очень нейтрально сейчас проходит в плане отчетов, да и, в принципе, в экономической такой действительности именно с отсылкой на риски, связанные с Brexit. В общем, негативного влияния как такового нет. Но если мы не видим негативного влияния на Англию, на саму и на европейских союзах, разумеется, такой колосс и финансовый регион, гигант, ведущий локомотив самыми динамичными темпами по росту среди развитых рынков, как США, конечно же, будет менее восприимчиво к этим самым рискам. Если резюмировать торговую сессию среды, уже по факту озвученных протоколов, то доллар японской иены у нас закрылась все-таки выше сотки, 126 евро, доллар закрепился выше отметки 1.13 фунт против доллара 1.3037, USD с висей 0.9616 и никак пока американец против франка не может уважить нас и наши ожидания и, соответственно, приблизиться в район квалитета. Только ему стоит подобраться к сопротивлению 99, как в игру вмешиваются факторы, создающие возможности для ослабления и выступающие причины доллара. Но я думаю, что наши ожидания все-таки будут вознаграждены историцей, мы должны опять же прекрасно понимать, с чем связана наша цель паритета и имеет ли она сейчас право на жизнь. Я считаю, что по-прежнему имеет. На азиатской сессии четверга очень неплохо в плане движения показал австралийцы и, в частности, эта динамика была связана с выходом данных по рынку труда. Организм безработицы 5,75,8 занятость выросла до 26,2 тысяч против прогноза роста на 11 тысяч. Однако, как вы помните, я в пятницу делал на это акцент разговоры о том, что эта статистика рисована, в принципе, свели на нет быстренько весь этот позитив по австралийцу. И все стали говорить о том, что спустя месяц, когда все забудут о теме, связанной с политическими выборами, которые прошли в начале июля, мы увидим уже истинные, реальные, нерисованные цифры. И они могут быть в плане масштаба точно такими же, только уже со знаком минуса. В общем, этого оказалось вполне достаточно, чтобы инициировать уже не поддержку для австралийца, а уже к концу торговой сессии четверга распродать этот инструмент, чем воспользовались многие трейдеры. Я знаю, что даже по комментариям, которые были сделаны на нашем форуме о маркетах, кто-то очень неплохо на этой сделке заработал, потому что австралиец к концу четверга добрался до отметки 0.7614. Далее у нас из отчетов были данные по индексу потребительских цен по еврозоне. Вы знаете, то, что отчет поддержал евро в четверг и все это благодаря факту прироста на целых двух десятых процентов в годовом выражении. Комментарии также были озвучены со стороны главного экономиста Европейского Центрального Банка Питера Проеда, которые закрепили результаты, позволили, собственно, евро против американцев обосноваться на локальном хай неделе 1.1363, но не выше, потому что выше уже мы постепенно сместились на сильную американскую валюту и видели, как доллар уже реабилитировался и отыграл раннюю точные позиции, ну, даже не частично, но немножко. Это все равно лучше, чем ничего. Поэтому мы закрыли неделю на оптимистичном для доллара настрой и, соответственно, слабостью для рисковых инструментов. Фунт в четверг также прибавил, реагируя уже на данные по потребительской активности, в частности, по ровничным продажам, плюс 5,9 в годовом выражении против прошлого роста на 4,3. В результате фунт в доллар уверенно пробрался выше 1.3150, но, так же, как и по аналогии с евро, закрепиться выше он не смог, поскольку палки в колеса стал вставлять именно растущий доллар. Из локальных отчетов, которые оказали поддержку американцу, стоит отметить данные по заявкам на пособие по безработице, у нас уже которую неделю подряд сплошной позитив по сектору рынка труда, в частности, по заявкам 262 тысячи против прошлого 266, но не то, чтобы этот отчет простимулировал покупки американца, но все-таки такой легкий бальзам был для американца, и все еще раз переосмыслили комментарии прошлой датли, и пришли к выводу о том, что еще рано списывается счетов американца. Скорректировалась также в пятницу и нефть на росте количества буровых плюс 10 штук, и, соответственно, ожидание, что спустя несколько дней, когда мы вернемся к официальной статистике по запасам нефти США, у нас будет возможность увидеть не только что произошло с самими запасами, но и, возможно, еще убедиться в очередном приросте запасов, а точнее, добычи нефти в рамках США. Я думаю, что это абсолютно правильные ожидания, особенно на фоне увеличения количества сланцевых буровых. Сильно просяла пятницу канадская валюта, реагируя на слабые данные по роничным продажам и индексу цен производителей. Индекс потребительских цен розница снизилась на 0,1% против прошлого роста на 0,5%. Индекс потребительских цен 1,3% против прошлого 1,5%, то есть еще один спад, еще один риск для снижения инфекционных ожиданий и для нас еще одна возможность продолжать ставить на более мягкую экономическую политику со стороны канадского регулятора. Когда мы с вами дождемся снижения процентной ставки? Этот вопрос волнует меня тоже, так же, как и вас, очень сильно. Но я понимаю, что при сохранении такого уклона по индексу потребительских цен и такой статистики мы выйдем на слабые показатели по ВВП, а если еще и нефть нас обрадует коррекционной динамикой, тогда уже все козыри у нас будут на руках, чтобы добраться в очередной раз, не первый раз, кстати, в очередной раз до нашей ближайшей цели по паре USDCAD это сопротивление 1,32%. Вот поэтому я хочу также воспользоваться ситуацией и предложить вам занять как раз среднесрочную сделку, учтите, не долгосрочную, среднесрочную, потому что я считаю, что при благоприятном развитии ситуации, при должной поддержке для доллара, может быть, даже к концу этой недели и в начале следующей, мы сможем наблюдать очень неплохой импульс восстановления по этой валютной паре, в целом по американцу вдоль всего спектра финансовых активов. Поэтому получив удар от слабого фундамента, мы видели, как канадская валюта стала слабеть и закрыла, собственно, неделю и торговую сессию 5 с на отметке 1.2856. USDN зафиксировала неделю на уровне 112 евро, доллар 1.1327. И вот сегодня активно снижалась до последних буквально часов, когда доллар снова лишился поддержки и стал очень сильно корректироваться против японской валюты. Но, как я уже отметил, еще не вечер, поэтому давайте не будем особенность сейчас негативить. Посмотрим, как закроется торговая сессия в целом. Завтра мы подведем итоги, но я надеюсь, что у нас будет возможность все-таки в оптимистичном ключе подвести итоги. теперь, что касается событий этой недели. Завтра слушание по инфляции в рамках Англии заказан товар длительного пользования и продажи домов. В частности, календарь я этот составлял еще несколько дней назад, и если мне не изменяет память, сегодня, когда я смотрел за торговой сессией вторника, что у нас на повестке завтра, вроде бы как перенесли статистику по заказам товара длительного пользования, но вам сейчас наверное виднее, если у вас есть перед глазами этот календарь. В любом случае, по актуальным цифрам и новостным событиям я буду держать вас в курсе каждый брифинг, напоминаю, в 9.30 по Москве в прямом эфире, ну а запись доступна примерно с 11 часов на нашем социальном канале на YouTube. В целом, говоря про статистику из США, продажи домов, это отчет, который бесспорно будет публикован завтра, мы ждем очередного позитива и ждем, что этот позитив начнет постепенно смещать вероятность повышения процентной ставки за пределы 50. Если руководствоваться последними протоколами, сейчас 50 на 50. Если мы посмотрим фьючерсы, которые как раз прогнозируют повышение процентной ставки даже от агентства Фейдвотча, ставка будет повышена с вероятностью 40% до конца этого года. Но если ориентироваться как раз на эти фьючерсные контракты, то вы должны понимать, что каждый последующий сильный отчет будет менять эту вероятность и смещать ее в пользу сначала 50, а потом и выше. Поскольку я придерживаюсь позиций, что на этой неделе нас с отчетой США не разочаруют и возможно позитив мы начнем наблюдать уже завтрашнего дня, я думаю, что еще до выступления Джанет Йеллен в Джексон Холле американец неплохо отработает себя в плане роста ну или по крайней мере будет придерживаться классической такой рыночной терминологии покупай на ожиданиях продавай на фактах это правило, которое очень неплохо себя показывает всегда. Сейчас мы видим, что доллар позитивно открыв азиатскую торговую сессию пока что еще сохраняет подсоциал дальнейшего роста и если следующие отчеты будут этому соответственно способствовать тогда мы будем наблюдать продолжение развития будущего ралли, которое может продлиться даже на протяжении всей торговой путем вот Андрей я так понял это заказан товар длительного пользования все-таки в 15.30 вот видите значит ничего не переносили все верно упустил я сегодня из поля зрения хорошо значит завтрашняя торговая сессия у нас будет весьма интересной поскольку сразу два отчета на которые мы обязательно обратим внимание эти отчеты касаются доллара а как мы прекрасно видим сейчас именно доллар является ключевым катализатором для рынка и соответственно для всех финансовых площадок не только кстати рынка форекс но еще и фондовые секции и производных финансовых инструментов но все-таки в четверг хорошо идем дальше в среду продажи на вторичном рынке жилья это традиционный блок статистики по рынку недвижимости несколько секторов в целом сектор один рынок недвижимости но с разных плоскостей анализируют этот отчет по строительству новых домов по закладке фундаментов и продажи вторички это те отчеты которые выходят с интервалом в один день соответственно в среду у нас также будет возможность посмотреть следом за продажами новых домов и так же как и в первом случае то есть так же как и от завтрашнего отчета в среду я так же жду поддержки для американской валюты так одну секундочку так прошу прощения за двигаемся дальше торговая сессия четверга четверг у нас индекс делового оптимизма от ИФА индикатор оценки текущих экономических условий и индекс экономических ожиданий как я уже отметил это релизы которые не сопоставимы с объективностью по показателям статистики ЗЮ но все-таки это данные на которые мы обязательно обратим внимание поскольку наверное по еврозоне более стоящего фундамента не будет но я также уже отметил что даже вопреки отсутствию каких-либо значимых отчетов у нас есть движок у нас есть стимул у нас есть катализатор и этим стимулом и катализатором как раз сейчас представлена американская валюта также в четверг первичные заявки на пособие по безработице в 15.30 по Москве этот релиз рынок труда это еще один сектор на который мы продолжаем делать ставку как восстановительный как поддерживающий позиции доллара на прошлой неделе заявки отработали себя конечно же не так хорошо как могли бы но все-таки в качестве отчета мы убедились в том что восстановительный тренд сохраняется и пока у нас есть возможность говорить о сильных данных у нас есть шансы все-таки дождаться как раз того самого судьбоносного решения которое будет озвучено до конца 2016 года ну и что касается торговой сессии пятницы здесь сконцентрирован основной фундамент этой недели безумно интересная пятница у нас выдастся во-первых только потому что отчеты посмотрите какие годовые данные по ВВП индекс расходов наличное потребление составной индекс деловой активности индекс потребительского доверия еще отчет по нефти по количеству платформ бейкер-каджес ну и как я уже сказал на этот фундамент можно будет смело закрыть глаза поскольку мы будем ориентироваться на выступление председателя ФРС Джанет Йеллен на встрече Джексон Коли вот как раз ее спич ее риторика закроет всю пятидневку и я очень надеюсь то что позволит нам уйти на выходные с хорошим настроением потому что если Джанет Йеллен хотя бы в каком-то ключе намекнет на возможность ужесточения политики повышения ставок до конца 2016 года у нас будет серьезный стимул не отказываться от нашей прежней идеи которая предполагает в том числе покупку доллара против йен я искренне продолжаю верить то что планка 100 держится мы еще может быть увидим неоднократно проторговку с этим ценовым значением но все равно интерес к доллару сохранится и полагаю что этот интерес будет подогреваться не только тем фоном американского происхождения но и все-таки еще актуальной темой предполагающей возможность проведения валютных интервенций со стороны Банка Японии вы помните сегодня мы говорили об этом и нам нам не нужно фактических действий нам не нужно то чтобы Банк Японии расширял программу на 10 миллионов йен в год нам нужно просто поддержка словесная того что большего укрепления йены Банк Японии не допустит и в случае обновления экстремальных уровней будет готов мешаться ситуацию вот этого вполне хватит чтобы оттолкнуться по паре USD от минимальных значений сотки и соответственно пойти повыше ну и конечно же как и обещал ценовые ориентиры по наиболее ликвидным валютным парам евро доллар 1.12.50 фунт против американца 1.30 USD на 102 австралийцев против американца 0.75.50 соответственно на этом все если есть вопросы жду их либо в общем чате либо в рубрике вопросы Николай знаю такая позиция присутствует честно говоря я считаю то что она имеет место быть поскольку тема все таки серьезная мы не знаем каким образом будут дружить непосредственно правительство с новым руководством точнее с старым новым руководством национального регулятора мы не знаем с скажем с каким макроэкономическим наследием США будет руководствоваться уже новым лидером и мы четко еще не имеем представления о том даже при текущем скажем кабинете каких изменений нам стоит ожидать то есть политическая тема безусловно может стать тормозом для каких-то агрессивных шагов по нормализации денежно-кредитной политики но я думаю что вы со мной согласитесь что повышение однократное повышение процентной ставки в рамках года из 12 месяцев это очень мало потому что мы настраивались на агрессивные действия которые предполагали 3-4 повышения процентной ставки одно повышение это нормально для того чтобы уважить рынки и не спровоцировать какую-то панику которая может привести к каким-то неприятным последствиям в том числе и на американском фондовом рынке тем более что даже по позиции Джанет Кирин если отмотать опять же назад и вернуться к ее непосредственным высказываниям она ясно дала понять то что в качестве приоритета остается все-таки подготовка к рынку к тому что это решение будет неизбежно то есть ФРС не собирается резко повышать процентную ставку не собирается откладывать это решение до лучших времен а потом разом на 0,5 процент нет мы будем видеть постепенную нормализацию денежно-кредитной политики постепенное повышение процентных ставок поэтому даже вопреки политической темы я считаю то что она вряд ли будет определяющей для рынка сейчас нам больше так же как и голосующим членам стоит ориентироваться на макроэкономическую статистику на фундаментальные показатели несколько отрешиться от политического аспекта по доллару и иене как я уже сказал эта идея может стать как раз тем самым путеводным огнем чтобы поспособствовать росту ну хотя бы в районе 105 иен если мы доберемся до конца этого года я считаю что точнее добраться мы должны 100% если мы закрепимся выше это будет очень хороший результат так вопросы еще но поскольку вопросов больше нет огромное всем спасибо за внимание надеюсь что я раскрыл для вас целостную фундаментальную картину прошлой недели если какой-то момент упустил вы пожалуйста особого зла на меня не держите если какой-то вопрос остался невыясненным вы знаете что можете написать мне на нашем канале на ютюбе под видеобрифингом любой вопрос который касается финансовой тематики я с радостью на него отвечу и как я уже отмечал думаю что вы получите не только мой ответ я уверен что темы которые касаются перспективов наиболее популярных активов они находятся в поле интереса многих трейдеров которые также следят за всем контентом который появляется на нашем канале ну осталось еще раз пожелать вам хороших результатов на этой неделе хороших прибыльных сделок исключительно попутного тренда хотя понимаю что в том направлении которое бы нам хотелось мы к сожалению не можем видеть постоянное движение поэтому нам остается только правильно на дальних горизонтах оценивать ситуацию и уметь ждать и терпеть просадки если вы не хотите выходить из убыточных разделок сразу по факту того как образовался там более-менее какой-то угрожающий минус в любом случае уверен то что вы все пользуетесь моими рекомендациями связанными с тем что постоянно контролируете риски это ключевой посыл поскольку ничуть не сомневаюсь что все вы уже давно профессионалы финансовых рынков на этом скажем на этой ноте давайте завершим сегодняшний вебинар запись будет доступна уже завтра ну а встретимся мы уже с вами также в 9.30 по московскому времени то есть завтра утром в прямом эфире либо через перископ либо через фейсбук где мы буквально с прошлой недели также ведем прямые трансляции всего доброго до свидания 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 Продолжение следует...